Демонтаж сталинской экономики Экономика 21 мая 50 Демонтаж сталинской экономики В предыдущих статьях я уже писал, что та модель экономики, которая была создана в ходе советской индустриализации, сталинская экономика, просуществовала примерно до середины 50-х г.г. прошлого века Со второй половины 1950-х г.г. И вплоть до конца 1991 года сталинская экономика стала утрачивать такие свойства, как плановый характер, высокая централизация управления, превалирование физических показателей плана над стоимостными показателями, ограниченный характер товарно-денежных отношений, доминирующие позиции государственной собственности, общенародный характер государственной собственности и т.д. Взять, например, последнее из названных свойств. В период существования сталинской экономики в СССР осуществлялся целенаправленный процесс превращения частной и групповой собственности в собственность общенародную. В постсталинский период происходил обратный неафишируемый процесс превращения общественной собственности в групповую собственность. Приведу вывод из статьи О. Архангельской, посвященной изучению изменений производственных отношений в СССР. Если в период 1930-1950-й годы экономика страны представляла собой единый комплекс, работавший на общий результат, то в 1960-1980-м годах этот комплекс перестал существовать, уступив место массе обособленных предприятий и их коллективов, и оно Архангельское. Производственные отношения в СССР в 1960-1980-м годах Можно выделить три основных этапа демонтажа сталинской экономики 1. Период экспериментов N. Хрущева 2. Реформа Косыгина-Либермана и застой эпохи L. Брежнева 3. Перестройка M. Горбачева После смерти Сталина наметилась медленная и незаметная, незаметная потому, что маскировалась активной псевдо-социалистической пропагандой, трансформация социалистической модели советской экономики в модель государственного капитализма. Начался этот процесс при НС. Хрущеве Продолжился при Ели Брежневе и А.Н. Косыгине А завершился при МС. Горбачеве Причины указанной мутации лежат за пределами самой экономики. Причины, связанные с духовно-нравственным состоянием общества, а также политические. Сталин пытался еще до войны создавать и укреплять политический фундамент новой модели экономики путем создания системы настоящего народовластия. Конторы этой системы просматриваются в Конституции СССР 1936 года. В ней, как известно, основная роль в управлении страной отводилась Советом народных депутатов. Правительство должно было стать исполнительной, то есть, починенной по отношению к Советам ветви у власти. А партия вообще должна была отказаться от непосредственного участия в управлении государством, в том числе и экономикой. Народовластие должно было бы стать гарантией того, что государственная собственность на средства производства будет использоваться в интересах всего народа, работать на укрепление всей страны. Без создания политической системы народовластия существовал риск того, что социалистическое общество постепенно трансформируется в государственный капитализм. Что это означает? Что средства производства формально остаются в собственности государства, но используются в интересах не всего народа, а лишь узкой группы государственной бюрократии. К. Маркс такую модель называл азиатским способом производства, он реально существовало в древнем мире. При этом социалистическая риторика может сохраняться и даже усиливаться. Ярким примером такого государственного капитализма сегодня является Китай, власти которого продолжают твердить, что они строят социализм. Увы, попытки Сталина создать систему народовластия не увенчались успехом, крепкого политического фундамента у новой модели экономики не было и на момент его смерти. К сожалению, наши обществоведы оказались не на высоте. Сталин много раз повторял одну и ту же мысль, без теории нам смерть. Обществоведы же продолжали пережевывать догматы марксизма-ленинизма, в том числе исторического материализма, а любые свежие идеи воспринимались партийно-государственным руководством как ересь и жестко карались. Даже дискуссии по азиатскому способу производства в то время, когда я стал преподавать в ВУЗе, с середины 1970-х, велись почти подпольно. Власти боялись этой темы слишком уж прозрачны были параллели с современностью. В это время окончательно сложился опасный стереотип «государственное», значит «социалистическое». К сожалению, этот формально-юридический стереотип непреодолен и сегодня. Многие нынешние политики патриотической направленности ставят задачу национализации частной собственности на средства производства, полагая, что это автоматически решит многие социальные проблемы. Национализация необходимая, но недостаточные условия построения в России справедливого общества и независимой экономики. Во время последнего финансового кризиса в США и Великобритании правительства указанных стран в целях спасения тонущих банков Уолл-стрит и Лондонского сети закачали в них громадные суммы бюджетных средств. Без особого афиширования была произведена национализация банковских гигантов. Но это была тактическая национализация, в интересах финансового капитала. После пика финансового кризиса государство стало выходить из капиталов банков. Ставя стратегическую цель создания политической системы народовластия, Сталин решал и такую задачу, как нейтрализация чрезмерно активной роли партии в управлении экономикой страны. Он пытался преодолеть существовавшее двоевластье, которое выражалось в том, что экономикой в 1920-1930 годах одновременно управляли и правительство, и партия. Такое двоевластье дезорганизовывало экономическую жизнь страны, снижало темпы индустриализации, размывало принцип личной ответственности. Сталину удалось сделать немало в деле преодоления двоевластия. Партия незаметно отодвигалась от решения экономических вопросов, ей отводилась решающая роль лишь в двух сферах – формировании идеологии и подготовка, отбор кадров для социалистического строительства. Но все вернулось на круги своя при Хрущеве. Активное возвращение партийной номенклатуры к руководству экономикой началось с разгрома в 1957 году антипартийной группы. А в нее как раз входили такие фигуры, которые на тот момент были уже больше хозяйственными, чем партийными руководителями. Это Г. Маленков, Л. Каганович, М. Собуров, Г. Первухин, В. Молотов. Затем на втором круге чистки были убраны со своих постов такие талантливые хозяйственные руководители, как министр финансов А. Зверев, председатель правления Газбанка СССР А. Каравушкин и многие другие. Впрочем, зачистка хозяйственных руководителей началась даже не в 1957 году, а еще раньше. Речь идет о Л. Берии, арестованном и расстрелянном в 1953 году. Не берусь оценивать его как политика и партийного деятеля, но как хозяйственный руководитель он внес неоценимый вклад в создание сталинской экономики. В экономику возвращалось даже не двоевластие, а многовластие. При Сталине доминирующим был отраслевой принцип управления экономикой. Подавляющая часть министерств были отраслевыми. После смерти Сталина строгая вертикаль централизованного управления экономикой стала размываться. В 1957 году. Хрущев начал реформу управления народным хозяйством. Суть ее заключалась в резком усилении территориального принципа управления. Для этого создавались Советы Народного Хозяйства, Совнархоза СНХ, в так называемых экономических административных районах, всего 105. Одновременно было ликвидировано большое количество отраслевых союзных министерств. В начале 1960-х ГГ. Были созданы СНХ в союзных республиках. В 1962 году. Учрежден Высший Совет Народного Хозяйства СССР, в СНХ. Реформа продолжалась практически до момента смещения Хрущева в октябре 1964 год. Вертикаль государственного управления экономикой стала ослабевать также в результате сокращения набора плановых показателей, которые были обязательны для выполнения министерствами, главками, производственными объединениями и предприятиями. Число показателей Народно-хозяйственного плана при Сталине неуклонно увеличивалось. В 1940 году. Оно составляло 4744, а в 1953 году достигло 9490, то есть удвоилось. Затем число показателей непрерывно сокращалось до 6308 в 1954 году, 3390 в 1957 году и 1780 в 1958 году. Кстати, против такого ослабления централизованного планирования выступала упомянутая Высшая Антипартийная группа. За сокращением числа показателей не было никакого серьезного научного и идеологического обоснования. Как известно, никаких товарно-денежных отношений в группе отрасли и модель сталинской экономики не допускала. А вот НС. Хрущев это табу нарушил. При Сталине тракторы и сельскохозяйственная техника поступали из машиностроения не в колхозы, а на государственные машинно-технические станции, МТС. Колхозы были лишь пользователями этой техники на основе договоров с МТС. По настоянию Хрущева с 1957 года. Прекращается распределение сельхозтехники по МТС, а в 1958 году. Распускаются и сами МТС. Техника передается на балансы колхозов. Постановлением Совмина СССР от 22 сентября 1957 года. Все орудия и средства производства сельскохозяйственного назначения включаются в систему товарно-денежных отношений. Как и предвидел Сталин, произошло сильное распыление средств производства в сельском хозяйстве, техника стала использоваться без полной загрузки, необходимого ремонта не производилось, техника начала быстро выбывать из-за эксплуатации. Это, в свою очередь, вызвало необходимость резко увеличить объемы производства такой техники. Одним словом, сплошные потери. Уже не приходится говорить о том, что далеко не все колхозы были способны выкупать у МТС, а затем покупать у производителей сельскохозяйственную технику. Волонтаристское решение Хрущева о ликвидации артелей, производивших значительные объемы некоторых потребительских товаров и услуг, привело к тому, что часть артельщиков вынуждены были уйти в тень. Именно при Хрущеве появились так называемые цеховики, теневое производство, и барыги, теневая торговля, возник подпольный капитал. Теневики оказались востребованными, ибо в результате экономических экспериментов в стране возникли дефициты потребительских товаров в торговле. Число подобных корректив, разрушивших модель сталинской экономики при Хрущеве, измеряется десятками. Доломывался механизм сталинской экономики во времена экономической реформы А. Косыгина Е. Либермана, 1965-1969 годы Г.Г. Официальный старт реформе был дан постановлением ЦК КПСС и Совмина от 4 октября 1965 года. О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Об этой реформе написано много. Отмечу коротко четыре принципиальных момента. Во-первых, указанная реформа окончательно сделала разворот в сторону стоимостных показателей, а количество натуральных показателей даже по сравнению с хрущевскими временами резко сократилось. Это создало для предприятий возможность добиваться выполнения планов такими способами, которые не увеличивали, а, наоборот, снижали интегральный результат экономической деятельности в масштабах всей страны. Ориентация на валовые стоимостные показатели способствовала накручиванию предприятия Мивала, что окончательно уничтожало противозатратный механизм сталинской экономики. Во-вторых, от общественных форм распределения дохода, общественные фонды потребления, снижения цен в розничной торговле, начался переход к частногрупповым формам. Привязка денежных доходов работников к прибыли предприятия приводила незаметно к тому, что принцип органического сочетания личных и общественных интересов уже не работал. Раньше критерием эффективности и экономики был интегральный результат – доходность. На уровне всего народного хозяйства теперь главным критерием стала доходность, прибыльность, отдельного предприятия. Это не могло не ослаблять всю страну в целом. Заметим, что в постановлении ЦК КПСС и Совмина от 4 октября 1965 года о снижении себестоимости продукции как плановом показателе деятельности предприятия уже не упоминалось. Правда, возникшие в деятельности предприятия искривления оказались столь серьезными, что поздние показатели себестоимости были восстановлены. В-третьих, одним из проявлений частногрупповых интересов была ведомственность. Она существовала всегда, даже в сталинской экономике, но в результате реформы 1965-1969 годы. Она приобрела гипертрофированные формы. Освобождение отрасли от многих натуральных плановых показателей создало для министерств широкие возможности оптимизировать свою деятельность. Появились разнообразные фонды министерств и ведомств, наполняемость которых зависела от финансовых результатов деятельности отраслевых предприятий и пробивной силы руководителей ведомств, корректировка планов, выбивание финансовых и материальных ресурсов в Госплане, Минфине, Госнабе и т.д. Возникла неафишируемая конкуренция между министерствами и ведомствами за раздел общего пирога. Вот что пишет по поводу резко усилившейся ведомственности М. Антонов. Государственная собственность на средства производства, находившаяся в распоряжении хозяйственников, не была чем-то единым. Она была разделена между монополиями министерствами и ведомствами, а внутри каждого из этих подразделений между предприятиями и организациями. Каждое ведомство зорко наблюдало, чтобы не были ущемлены его интересы, как правило, не совпадавшие с интересами смежных ведомств. В итоге проведение каких-либо решений, оптимальных с общегосударственной точки зрения, наталкивалось на сопротивление ведомств, что нередко вело к громадным излишним затратам, Антонов Михаил. Капитализму в России не бывать. М. Яуза, Эксма, 2005, С. 174. В-четвертых, введение для предприятий платы за фонды усилило противопоставление общества и производственных коллективов. Планово-прибыльные предприятия должны были вносить в бюджет плату за основные и нормируемые оборотные фонды. Возникла странная ситуация, что фонды как бы отчуждались от государственных предприятий, последние становились не более чем пользователями фондов. А фактическим владельцем фондов оказывался бюрократический государственный аппарат. Тут явно уже просматривались отчертания государственного капитализма. Мы сегодня говорим о том, что в России воцарился дух потребительства. А, между прочим, этот дух стал культивироваться уже реформой Косыгина-Либермана. Появились иждивенческие настроения, желание жить за счет других. Это еще не явное отношение эксплуатации одного человека другим, но подсознательное, неосознанное, желание такой эксплуатации. О погоне предприятий за прибылью, а, следовательно, из-за максимальной долей общественного пирога, убедительно свидетельствует официальная статистика с 1960 по 1980 год. Прибыль государственных предприятий в СССР выросла в 4,6 раза, а производительность труда, по официальным данным, в промышленности лишь в 2,6 раза, в сельском хозяйстве и строительстве еще меньше. Следует особо обратить внимание на реакцию по поводу реформы за рубежом. Запад с восторгом ее воспринял, зарубежные СМИ того времени восхваляли подвижки, которые начались в СССР. Замечу, это происходило в разгар холодной войны. Станут ли наши геополитические враги хвалить нас, если мы укрепляемся? Нет. Нас хвалили потому, что мы добровольно себя ослабили. Подобно тому, как поздние Горбачеву на Западе присваивали громкие звания за то, что он разваливал Советский Союз. Окончательное уничтожение остатков сталинской экономики произошло в годы правления М. Горбачева. В это время закладывалась идейная основа тотальной приватизации 1990-х Г.Г., начался бум учреждения частных коммерческих банков, появились мелкие и средние частные предприятия, всячески пропагандировались преимущества так называемой рыночной экономики и огульно охаивалась сталинская модель экономики, которой дали уничижительное название административно-командная экономика. Если эксперименты Хрущева и реформы Косыгина-Либермана способствовали трансформации модели сталинской экономики в государственный капитализм, то реформы Горбачева уже готовили почву для частно-собственнического капитализма. Окончание Начало в номер 45, СР, 27 апреля 2019 года, номер 46, 30 апреля 2019 года, номер 48, 8 мая 2019 года, номер 50, 16 мая 2019 года. Валентин Катасонов Валентин Катасонов